Николай Перекатий родился в многодетной семье в станице Гастагаевской. Военная жизнь Николая Ивановича началась в 43-м году, когда ему исполнилось 18 лет. В станицах Раевска и Натухаевска молодые парнишки участвовали в укреплении обороны, копали окопы. Позже фашисты увезли ребят в вагонах неизвестно куда. Тогда они и решили бежать. Выпрыгнули с поезда в Югославии. Там Николай Перекатий стал партизаном. Вы знаете, как партизаны? Страшно. Всегда в лапах находятся. Лес, вот такое дело. Воевать хотел каждый уважающий себя мальчишка, но не каждый мог предположить, насколько это тяжело. Ночевать в открытом поле на снегу и ветках, где даже костер не разведешь. Враг-то не дремлет. Там не думаешь, что ты будешь жить. Вот мы когда поселок забирали, там ужасно, холодно. Февраль месяц, а ночью все делается, большинство ночью. Расплох их захвачиваешь. От войны остались не только воспоминания, но и шрамы на теле. Николай Перекатий был дважды тяжело ранен. Второе ранение чуть не стоило ему жизни. Снайпер целился прямо в сердце. Но Николай Иванович вовремя повернулся, и пуля прошла через легкие. Думаю, я жить не буду. Пойду я под пули. Да, чтобы меня убило. Ну, представляешь, четыре ранения, легкие, пробытые. Там же плеври. Ну, все же вот это. Все нарушено. Это страшное дело, это ужасное дело. И я пошел под пули. Ни одна пуля не задела партизана. День победы в 45-м Николай Перекатий встретил в Австрии недалеко от Вены. Домой. Радость. Там обнимались, целувались. В мае 48-го года Николай Иванович вернулся на родину и уже в октябре женился на Вере Терентневне. В счастливом браке супруги прожили более 60 лет. Нажили 9 детей, 25 внуков и 23 правнука. Бывший партизан в свои годы до сих пор остается веселым, энергичным отцом и дедушкой. 14 апреля Николай Перекатий отметит юбилей – 90 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова